здравствуйте дорогие друзья сегодня я вам расскажу и покажу истинную историю которая произошла со мной о бракованном пауэрбанке от компании ромас модель p40 pro на 65 ватт а именно как я определил что пауэрбанк бракованный какой вид неисправности был у меня как я тестировал пауэрбанк как я общался с компанией ромас и доказывал что их пауэрбанк бракованный как компания ромас ловко пыталась меня провести как компания ромас хитро пудрит мозги своим покупателям касательно возвратов и гарантии на свой товар выиграл ли я спор с компанией ромас получил ли я компенсацию новый пауэрбанк или остался ни с чем только правдивая информация и свой горький опыт покупки пауэрбанка от компании ромас смотрите до конца и не повторяйте моих ошибок итак поехали когда я забрал пауэрбанк с почты я внимательно изучил инструкцию в ней было сказано разрядите пауэрбанк до нуля и зарядите до 100 процентов и так сделайте два тире три раза для того чтобы откалибровался индикатор заряда я так и сделал но я заметил что при полном разряде при достижении 50 процентов пауэрбанк резко вырубался и уже не мог включиться что свидетельствовало о полном разряде это меня насторожило сразу и я понял что нужно его хорошенько протестировать после первых трех циклов заряда разряда я провел еще около 10 тестов заряд разряд я разряжал его до полного отключения и заряжал снова каждый раз при начале разряда я замерял емкость в миллиампер часах ватт часы и время теста и я понял что пауэрбанк использует только 50 процентов своей емкости здесь я привожу три теста емкости кому интересно можете поставить на паузу и внимательно изучить эти тесты сколько ампер намеренно и соответственно сколько ватт часов вот для всех остальных вкратце скажу что по всем тестам показала что емкости от 74 до 80 ватт часов что является 50 процентов от заявленной производителем сейчас на экране вы видите фотографию такого же пауэрбанка но на 60 тысяч миллиампер строение у них спа 40 про на 65 ватт который за который я рассказываю абсолютно идентичны как видно одна банка это 10000 миллиампер час или же 37 ватт часов соответственно две банки это 74 ватт часа прям как у меня в тестах показывала 77 80 то есть 74 но упа 40 про на 65 ватт заявлено 148 ватт часов делим на 37 ватт часов получается 4 банки по 37 ватт часов где тогда у меня еще две банки при том что вес 916 грамм значит банки есть но они не работают предлагаю вашему вниманию посмотреть видео типичной неисправности данного пауэрбанка как видим на дисплею на 48 процентов сейчас я подключаю нагрузку то есть ставлю тестер подключаю нагрузку в 5 вольт 2 и 8 ампера и мы вот сейчас разрядим в ноль вот он разряжается разряжается сейчас он должен вырубиться смотри внимательно на экран вот все вырубился powerbank сел пытаюсь его включить но он уже разряжен полностью в ноль дальше сейчас мы подключим питание к нему через тайп си посмотрим что произойдет смотрим внимательно на дисплей 0 процентов сейчас пойдет питание так и вот пожалуйста 47 процентов что говорит что он стартует с 3 4 банки то есть где-то больше чем ну с 50 процентов то есть сразу идет заряд на 3 на 4 банку минуя первые две банки а вот еще одно видео как видим powerbank полностью вырублен то есть он не включается долгим нажатием коротким все он разрядился в ноль по просьбе продавца подключаемся от ноутбука то есть у нас ток пол ампера всего в тайпс в тайп а оставим ноутбука и другим концом через тестер чтобы наш продавец видел что мы его не обманываем на мы ставим в тайп си порт и смотрим вот у нас 5 вольт 5 вольт и пол ампера 0 5 ампера 2 с половиной вата ну пока вроде все нормально 0 у нас она за начинает заряжаться малым током вот сейчас покажу время что у нас стартует с нуля вот у нас 28 секунд пошло все и нужно часика 2 подождать вот прошло два часа и мы возвращаемся что мы видим у нас три процента за это время набежала два часа семь минут прошло вот два с половиной вата вроде бы батарею мы толкнули первую вторую батарею теперь мы берем блочком в 5 вольт 2 ампера той стандартные легенький блочок слабой мощности подключаем и пытаемся его запустить вставляем сеть вынимаем пол ампера на зарядку из ноутбука подсоединяем этот блочок в 5 вольт 2 ампера и смотрим что произойдет так смотрим пошел ток смотрим на экран powerbank а раз 68 процентов что лишний раз доказывает что стартует строй и протект это у нас до с 3 4 банки то есть 1 2 банка как-то в защите и стартует с 3 4 банки всего лишь 4 6 вольта 2 и 2 ампера очередное доказательство неисправности данного устройства теперь момент истины включаем так это у нас понижающий модуль он не дает более одного ампера тока на ромас и вот видим да у нас ток упал почти до нуля сопротивление возросло это говорит о том что 20 здесь не 26 процентов а сто процентов то есть полная емкость powerbank набрал полную емкость хотя на дисплей 26 процентов вот он 25 25 часов и 25 минут заряжался вот эти 175 175 ватт это не есть правда потому что преобразователь вот это вот свисток он совсем другие показания выдает уже после него так и сейчас мы включим без понижающего на ток а напрямую то есть где-то будет 5 вольт у нас и 2-3 ампера сейчас увидим так вот у нас пошло и ставим в тайп сейчас по идее должно прыгнуть сразу на 100 процентов смотрим об пошло 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 все должно скакануть до скаканула скаканула нас почти на сто процентов вот такая беда неисправность скорее всего в модуле бмс на 4 банках и на самой платья на модуле бмс ну вот получается 9 вольт 2 ампера и для него это слишком большой ток и она перепрыгнула на на вторую секцию банок после того как ромас на сто процентов зарядился одним ампером то есть пятью вольтами одним ампером 25 часов заряжался мы попробуем определить какую же он все-таки емкость набрал путем разряда разряжать мы будем через юсб тестер и у меня подключена диодная лента я там по кускам ее порезал расход будет у нас 5 вольт идти 2 и 8 ампера и будет стоять до момента полной усадки и так запускаем так здесь выставляем и так вот я подключил у нас сто процентов прошло только 59 секунд расходный ток у нас 2 и 8 ампера и он будет неизменен до конца разряда полного разряда пауэрбанка и 5 вольт время пошло посмотрим сколько он продержится на таком разряде производитель пишет и 5 вольт 3 ампера он должен отдать 148 ватт-часов или же 24000 миллиампер посмотрим ну я подключил светодиодную ленту с преобразователем на 12 вольт но не суть самое главное что выходной у нас 5 вольт 2 и 8 ампера для вас до конца теста одно мгновение для меня 5 тире может если повезет 9 часов будет разряд как видим у нас прошло 5 часов 11 минут 73 ватт-часа но может 74 и сейчас powerbank полностью сядет и у нас 14 15 тысяч миллиампер 75 ватт-часов все powerbank сел я полагал что ромас это крупная компания и мне не хотелось ей портить репутацию открывая спор поэтому я решил написать продавцу и все решить по-тихому забегая наперед скажу что это была моя самая большая ошибка ну вот как вы видите официальный магазин ромас переписка номер моего заказа стоимость и здесь я вот пишу продавцу объясняю свои тесты в принципе это тоже самое что я и вам уже сбрасывал показывал все рассказывал вот кому нужно будет на паузу поставить и промотаете здесь вот я фотографии привожу при каких процентах как он работает как он вырубается пишу на английском ему чтобы ему было удобнее видео сбрасываю те же что и вам уже показывал вот некоторые фотографии ну и дальше начинается переписка после предоставления всех видео и фото доказательств продавец мне написал дорогой покупатель когда твой powerbank 47 процентов можешь ли ты от него зарядить телефон на что я ему ответил что нет я не могу потому что powerbank полностью выключен полностью разряжены требуют зарядки следующая мне пишет продавец когда ваш powerbank что ваш powerbank уходит в защиту от высокого напряжения или высокого тока чтобы вывести его из защиты сделайте два пункта пункт первый удержите кнопку на две минуты питания и пункт второй подключите заряжаться от юсб порта ноутбука или или компьютера более двух часов и внимание дальше он пишет что ваш powerbank находится на гарантии если он не будет работать то они предложат мне другое решение дальше я пишу продавцу что я все это проделал более того я заряжал от ноутбука в более 18 часов 5 вольтами 0 5 ампера и как только ток превышал пол ампер он снова уходил защиту то есть проценты прыгали на 50 процентов и и я продавцу написал что я устал от этой от этого всего процесса и может ли он предложить мне какое-то другое решение он мне опять пишет снимите видео снова в качестве доказательства ну я опять начал снимать хотя это уже порядка меня все за надоело и получив последнее видео продавец двадцать шестого числа с двадцать шестого перестал отвечать я подождал два дня и двадцать восьмого ноль первого ему написал что дорогой продавец я все еще жду ваш ответ с двадцать шестого ноль первого по 2 0 2 целую неделю продавец морозился и не хотел нести ответственность и если бы я не открыл спор 2 февраля то так бы и остался с бракованным пауэрбанком в ожидании замены по липовой гарантии который на самом деле нет и о чудо как только я открыл спор представитель компании ромос спустя 6 дней игнора мне ответил ответил мне следующее дорогой покупатель мы посмотрели ваше видео и ваши пауэрбанк действительно сломан мы можем отправить вам новый пауэрбанк бесплатно но сначала закройте ваш спор а теперь друзья внимание схема у них такая вешать покупателям лапшу пока не пройдет срок защиты то есть когда вы уже не сможете открыть спор а потом они просто кидают вас и плевали они на свою гарантию на ваш бракованный пауэрбанк и уж тем более никто не будет высылать вам новый пауэрбанк гарантии у них никаких не существует прочитав отзывы с одной двумя и тремя звездами на алиэкспресс я понял что гарантии не будет зная это я не попался на их уловку вышлю типа новый пауэрбанк отклонил их предложения настоял на своем решении о возврате денег и дождался пока вмешается алиэкспресс так как 50 процентов батареи не работала я решил что справедливо будет взыскать с рома с 50 процентов стоимости заказа а это 39 и две десятых доллара алиэкспресс изучил все материалы спора и принял решение в мою пользу а именно мне вернули 39 и две десятых доллара на карту и пока я спорил с продавцом я прочитал много отзывов о бракованном пауэрбанке от рома с на 65 ватт на самом алиэкспрессе особенно там где 1 2 3 звезды люди ставят на ю тубе в комментариях просто в интернете и я понял что мой случай далеко не единичный просто не все готовы идти до конца и доказывает свою правоту многие просто терпят обман и пользуются бракованным пауэрбанком а некоторые даже не знаю что это брак ведь не у всех есть тестер для тестировки емкости и куча времени нервов на проверку и споры с продавцом дорогие друзья не повторяйте моих ошибок а делайте выводы ведь тут дело не сколько в бракованном товаре сколько в отношении компании к своим покупателям дорогие зрители сердечно вас прошу поставить лайк и написать комментарий у кого тоже пауэрбанк работает некорректно это поможет другим покупателям узнать всю правду и совершить правильный выбор если это видео было вам полезно обязательно ставим лайк ведь я очень старался показать вам все как есть если же вы хотите увидеть как я разбираю этот бракованный пауэрбанк и пытаюсь его починить ставьте лайк под видео и оставляйте комментарий всем желаю обдуманных покупок и внутренней силы отстоять свою правду добро пауэрбанк предзвези 3 Продолжение следует...